Алмаз, я знаю, что человек достаточно прямой в своих высказываниях. Вот, кстати, как Костик, записываем Костя, записываем, садись. Вот. Поэтому я вот эти дежурные вопросы тебе задам, но только их очень быстренько проведем, а потом ты высказывай, потому что у тебя есть много чего сказать. Почему ты выбрал Австралию, а не Англию или Мальту? Так, ну, если коротко говорить, почему так получилось. Все сошлось именно на Александра и вот его образовательную группу, так как я полгода занимался именно тем, что выбирал англоязычную среду, потому что у меня вся работа уперлась именно в английский язык. Занятия, которые проводились у меня в Хоум-Сити, город Уфа, неплохие, LanguageLink. Надеюсь, рекламы не будет. Нет, нормально. Ты можешь рекламировать. Как компания называется? LanguageLink. LanguageLink Уфе. Да, да. Ты считаешь, что хорошие ребята? Ну, из-за того, из-за графика занятий мне показалось, что если я программистом работаю по информационным технологиям, когда ты занимаешься своими делами, работаешь, голова как бы уходит в мысли, в это составление программы, циклы и все так далее, алгоритмы, решение задач. И после этого, если ты приходишь вечером на обучение, ты один час проходит на то, чтобы переключиться, чтобы мозги как бы переключились со своей программирования на английский, на грамматику и все так далее. И один час еще как бы дальше занимаешься, догоняешь других. Ну, потом в неделю это два-три дня, по два часа. Ну, это очень мало, на все эти занятия приходишь, все это бытовые дни, бытовуха, так скажем, все это стирает с памяти, с мозга, потому что дома все разговаривают и на английском, на работе тоже. А LanguageLink тебе дал более-менее? Нет, LanguageLink мне дал очень понятно, после чего я очень хорошо понял, что мне нужна англоязычная среда, и я начал готовиться, собирать деньги для того, чтобы или по работе, или как попасть в англоязычную страну. И последнее место работы, перед подготовкой уже выбора страны и подачи документов, я работал в московской, в Москве, делали там для Samsung Smart TV программу. после окончания этой работы весной, в начале лета я приехал домой, в Уфу, и уже с окончательным решением, вот эта работа даже показала мне, что мне по работе просто очень нужно английский, при связи по детальным обстановкам с разработчиками каких-то там желез, в частности это вот сам Samsung, обсуждение несоответствия аргументации и реальной работы этого оборудования, приводило до того, что надо связываться даже с их разработчиками. То есть, грубо говоря, тебе нужен был английский для работы, именно английский в англоязычной стране, а не на Мальте, где вообще официальный язык, Мальтийский, кстати, Мальтийский. Вот, а в остальном ты выбрал Австралию просто потому, что сделал огромный ресерч и по цене за качество выбрал вот эту вот программу. Вот как-то так, да? Да. То есть, я даже в Европу съездил посмотрел, ориентировался на Люксембург, потому что там говорят, что государственные три языка. Ну, там французский, немецкий, там нет английского. В Акшенберг? No. Ну, круг там я сделал, потом подал в Америку. Когда ресерч вот как раз делал, у меня с ребятами, многие у нас ребята еще в Америке живут, узнавал у них, ну, как там, вот я собираюсь попасть в английскую среду где-то с расчетом на год, чтобы за этот год мне барьеры все снялись и я уже более-менее мог уже говорить. мне сказали, что лучше приехать так, посмотреть, потому что есть школы и бесплатные для всяких иммигрантов, то есть, и так далее, и так далее. Одновременно я подавал в другие англоязычные страны, ЮАР, Мальта, Британия и в Австралию. Русские ответы, на русском я ответы получил, от всех ответы получил, даже с Таиланда получил, из Сингапура. Но на русском я получил только от Александра Петрова и из Мальты, из пару агентств тамошних. Начал дальше изучать уже, все более-менее выяснять в в США. Добавляю просто ребят, подтверждаю, что там слишком большие требования, что ли, не знаю, не веря людям, которые хотят приехать, посмотреть, то есть, строго с визой в США. В Британии самые большие цены и англоязычные, русскоязычные, никто со мной не связался. То есть, что обсудить я мог детали, а так как я не умею по-английски разговаривать, то как я могу детали и все так далее, вот это вот все узнать. Дальше, по Мальте тоже связывался, цены конкурентоспособные, скажем, с австралийским образованием по-английскому. Я связывался оттуда с ребятами, которые там учатся. Честно говоря, мне сказали так, что многие забивают на учебу, потому что за первым месяц они просто-напросто учатся. Весь этот остров исследуют, им интересно. Дальше им становится скучно, а в основном туда посылают детей, так и состоятельные люди, своих там старшеклассников, детей или студентского возраста. И они просто со скуки начинают гулять, на учебу просто не приходить, раз не приходит достаточное количество студентов и преподавательский состав за качеством не следит. Хорошо. Погоди. У нас, в общем-то, ограниченное время. Я поэтому быстро вызываю. Да, да. Значит, смотри. Очень важный вопрос. Чем Австралия обманула тебя в ожиданиях? Какие были разочарования и почему? Никаких ожиданий у меня в Австралии не было. Я со школы представлял это пустынный большой остров, который высыхает половину года в сушеном виде, все реки и озера высыхают. знал, что по карте Google Map, что Сидней это маленький такой пятачок, как меньше Уфы. Ну, или примерно так, как Уфы. Если вот центр вот это вот то, что фотография показывает, там высотки стоят. Это действительно оказалось так. Вообще даже не обмануло, а я больше разочарован даже относительно того, что я представлял со школы в Австралии. Я в самом вырос в селе, в райцентре, в республике Большой Курстан, в одном из районов райцентров республики. И вот здесь, если считать Сидней как бы большим городом, который вне вот этого бизнес-центра, то он очень похож на мое родное село. Правда, участки дворовые поменьше, чем у нас. Но все-таки побогаче. Дома такие же, если вот как парень у нас в Москве, в Подмосковье живет, в городке, то у них там вообще в Подмосковье коттеджи, здесь просто-напросто. Здесь это просто не нужно, это не нужно. Такие, кто их будет убирать. Скажи, а что бы ты порекомендовал делать тем, кто едет сюда на обучение? К ребятам добавить мне нечего. Раз сюда едут за английским, наверное, учите старайтесь английский язык, это, наверное, излишне будет стараться говорить. У меня просто нужно было английский, поэтому сюда приехал. Если у вас есть как можно больше, сумеете овладеть английском, и с каким-то запасом английского практики приехать, то лучше. Второе, запас денег на еду и на жилье с расчетом 1000 долларов. В месяц. В месяц 1000 долларов. Кроме учебы. Кроме учебы, да. То есть ежемесячно 1000 долларов. Вы сможете на одного человека вместиться, хорошо рядом с лоицом снимать жилье. Нормально, с хорошими все делами, как я сейчас снимаю. На питание будет хватать. Здесь ребята из нашего общества, ребята Рамзеса, так скажем, друг другу все подсказываем. Самые дешевые магазины, где, что, как можно покупать и все так далее. Мы делимся. Я уже с многими поделился, многим просто очень легко и просто поставил на правильное русло, без потери, в отличие от меня, там денег лишних и времени. И все. И продолжать, и ориентироваться на учебу. На учебу, на практикование. Вот. То есть с запасом денег нужно приезжать, быть уверенным в себе. Учить английский язык. Как я и говорил, у меня есть опыт жизни за рубежом. Исходя из этого я уже применил это. Зубы вылечите перед приездом. Хороший напоминал. Да, да. Хороший напоминал, потому что никто об этом не говорил. Алмаз, кто тебе из преподавателей понравился и кто тебе не понравился? Ну, у меня вот прямо вот так, чтобы статистики такой нету по преподавателям, потому что я у бабушки Ким, учусь уже вот месяц. Это уровень? Ким Тейлор, Pre-Intermediate. Первоначально, после теста меня определили в Intermediate. Но я самовольно перевелся на Pre-Intermediate, так как ощущение было, что я буду больше отставать из-за того, что Intermediate слишком сложен для меня. Твой, по всей видимости, твоя проблема не разговор, не даже лисенинг и ридинг и так далее, а проблема грамматика. То есть, если ты грамматику почувствуешь, что ты ее сделал, то остальное будет гораздо легче. Грамматика. Я сейчас... Да, это грамматика. Это практикование нашей неровной сети мозга. Практикование именно нужно. Потому что иначе мозг автоматически чистит эту всю информацию. Грамматику просто каждый день. То есть, грамматика, которая уже подтягивается нормально. Я дополнительно занимаюсь и в смартфоне, и на компьютере дома в любое свободное время. Потом слушаю подкасты, стараюсь находиться в англоязычной среде. И вот я сейчас работаю еще, чтобы... Подработку, так скажем. Чтобы... Практикование. Слышать, чтобы уши слышали и воспринимать. Учились, как дети учатся там первому своему языку. На это ставку делают. Что бы ты сделал? По-моему, ты как раз сделал все то, что ты и собирался сделать. Но если бы была возможность все изменить и вернуться на начальную стартовую позицию, что бы ты сделал немножко по-другому? Я бы уехал учиться... Учить английский язык в англоязычную страну намного раньше. Согласен. Чем моложе, тем легче учиться. Я завидую пацанам, которые здесь. Вообще детям. Вообще маленькие. Вот он идет, вообще не знает. А через год он уже свободно говорит. Это раздражает даже их родителей. То есть есть момент, что на родную республику, на родину у меня надежды больше были, чем в результате оказались, скажем. Так. Окей, ладно. Эту тему тогда не будем поднимать вообще. Это не политическая. Английский нужен. Интернациональный язык нужен. Что бы ты пожелал мне, чтобы все делалось лучше для студентов, для... Вообще, чтобы улучшить всю эту работу, всю эту студенческую эмиграцию в австралии. Вот считаю, что организация работы как именно образовательного агента заслуживает высокой оценки, которая на данный момент существует. Это как взаимоподдержка общины, так... Несмотря на некоторые все-таки иногда тренинги... Ну, это менталитетности наши. Ментальность. Ментальность российская, это какой-то хаттарский, это токаврлют называется, у нас гордыня. Какая гордивость, что ли, какая-то есть, я не знаю. Я не буду... Ладно, это... Хорошо, ладно. Образовательный агент нормально. А другое? Что там? Потому что мы уходим за рамки образовательного агентства, по идее. Вот что лучше сделать? Да, и, по идее, выходится за обязанности агента образовательного, и мне кажется, вот то, что уже выступает за обязанности, необходимые и достаточные этого агента образовательного, его нужно систематизировать в следующую, как бы, смежную направление, там, в виде, допустим, хитхантерства. Может быть, а вот... Кадровое агентство? Кадровое агентство. И второе, то, что будет высачиваться уже от двух этих вот функций, это риэлторство. Ну, это такое... Риэлторство – это очень большие деньги. Да, это не как бизнес, не как бизнес, а как какое-то постоянное съемное... Ты имеешь в виду поживания, что ли? Да, съемные какие-то домики. Аккомодейшн? Наверное. Вот их систематизировать нужно. Оно сейчас есть, просто по-знакомому, как-то вот так вот. Если их систематизировать, как работу... Ну, это для этого отдельные люди, я как понимаю, можно. Ни одного человека... Ну, Дэниел есть, но он это... Ну, у него интерес просто как чуть-чуть. Ну, у него интерес, и он ориентируется на японо-центрально-европейский рынок, а он немножко другой от русского, поэтому он не может делать жилье там, где хотели бы русские, и наоборот. Видишь, русские хотят или в сети, или на окраинах. А он золотая середина, которая нам и тем, и другим не подходит. Поэтому я считаю, что у него первые 4,8 идеи там, кому как, это хорошо, а потом уже... А сами мы это, к сожалению, сделать пока не можем. Гилфорд не случился так уж сильно. Вот. И все остальное, я думаю, еще не случится. Вот. Теперь скажи что-нибудь, что бы ты хотел сказать. у тебя 5 минут. Что хотел бы сказать, считаю, что все идет все-таки с развитием информационно-коммуникационных технологий и транспорта, доступности все этого для всех. Все, как ни крути, все идет глобализация и... Ну, на самом деле она такая уже давно была. Вот эта вот глобальность, только там какие-то верхушки, скажем, государств между собой договаривались и рулили. А сейчас многим это доступно, мониторить и щупать целиком мир. Поэтому никуда мы не денемся. Эта глобализация сейчас более-менее систематизироваться будет, и этот процесс идет. И считаю, что должен быть интернациональный один язык для всех, человек должен знать родной язык для разновидности культуры. И вся грамматика языка, она диктует образ мышления человека. А так, если у людей родные языки будут с разной грамматикой, то это будет хорошо влиять на глобальную общественную сеть, как я называю нейронную общественную, нейронную модель общественной системы. Так как разные виды образов мышления будут. Родной язык, международный язык, я думаю, что это International English какой-то к этому идет. И универсальная письменность, на котором можно, не зная языка, но вдруг считать на своем языке. Писать, кто-то пишет на своем языке, но другой, кто считает его, считает на своем языке. Вот эти три вещи, куда идет мир. То есть, фактически, для тебя лично было бы классно, если бы татарский и русский перевели на латиницу, чтобы ты говорил в совершенстве на всех этих трех языках, и английский тоже. И вот эта модель, она, в общем-то, сработала бы для любого человека, который выходит из постсоветского пространства. При этом у него было бы, как минимум, три культуры. Я считаю, что, независимо, там, два любых носителя разных языков, два разных носителя языка, они могли бы разговаривать на международном языке. Лингву Франко. Или же, я не знаю, если последний плановый язык, это Нью. Нет, Лингву Франко, это язык общего общения. Это не обязательно искусственные языки. Это язык, может быть, английский или мандарин, если китайцы. Ну вот, волей естественной он идет к тому, что вот интерналист, как-то, находят автоматически английский язык какую-то середину, из-за того, что многие общаются и разные слова применяются, и упрощаются. Одна минута. Вот. Пожелай нашим товарищам что-то. Тебя смотрят в основном те, которые там, здесь, ну, люди. Боритесь с теми, кто чертит перед вами границы. Спасибо. 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 Спасибо.